Смещаетесь. Что такое смещение? Смотрите, вот я пошел вперед на дорогу, у него сразу правой прямой. В данном случае у него низко шла рука, в действительности он просочит под рукой. Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились с кулачным боем? Про кулачный бой я узнал довольно поздно, после 1985 года, когда, честно говоря, уже сам-то вроде как и драцать-то и перестал. Но человек, с которым я встретился и который меня учил, он был и фронтовым разведчиком, и он был паханей, как это называли. То есть он возглавлял ватагу рукопашников. Подпоясанный, то есть это как бы действительно признанный вожак. Подпоясывали старики еще где-то там в 30-е годы, до войны. Поэтому человек действительно имевший право об этом говорить. Я пришел к нему не только с определенной подготовкой, с определенной самоуверенностью, даже с неким чувством зазнайства такого. Ну, предполагая, что я так неплохо знаю, что такое боевое искусство, потому что я до этого занимался и классической борьбой, боксом, потом самбо, карате, ушум. Вообще, как изрядно прошел все. Ну и уличные драки. Первые уличные драки у меня были, наверное, в самом начале 60-х, где-то вот, может, около 60-го года. То есть у меня такой приличный стаз уличных драк. И в боксе, если я так особо ничего не достиг, у меня, собственно говоря, был плохой тренер. Действительно, плохой тренер. Я благодарен судьбе, что он был плохой, потому что иначе бы оказался в хороших боксерах и отбили бы голову. Вот так у меня всего 18 боев. Я два первых проиграл. Ну, такая условность, кому отдали, там отдали. Дальше выигрывал, дальше начал понимать сам и выигрывал. Но, честно признаюсь, не уронил ни одним ударом, ни одного в бою. Десятка, два, три у меня боев, как у каратиста. Но мы занимались ситаканом, там вообще это немыслимо. То есть это 70-е годы, это не настоящее, даже не только бой, не настоящее карате, как таковое. И мне, как уличному бойцу, к тому времени было это странно, все, что мы делали там. Ну, казалось, что все-таки сказка такая про карате может состояться. Поэтому, когда ближе к 90-му году разрешили УШУ, я делал даже федерацию УШУ, сам возглавлял. Пошел вроде как в мягкий стиль, который ближе к таинственной части УШУ. Все искал там, настоящий бой. Ну и там тоже это все, такая же сказка, как в карате. Но как раз в это время вот с дедами я познакомился в середине 80-х, которые знали русские дела. Мои уличные бои вот тут как раз были гораздо удачнее. То есть у меня и боев много. Я много дрался, наверное, где-то там, ну, несколько сотен-то драк, это точно ближе к тысяче, наверное. Потому что тогда мы и толпами, и район на район дрались. То есть это какая-то этнография уличной драки тут могла бы быть написана. И вот там я хорошо пил. Вот почему-то, если на ринге это не так, перчатках вырубать трудно, то там я первый раз челюсть сломал в 17 лет. Причем вторровеннейшему мужичине какому-то. Ну тогда для меня мужик, там всего-то 32 года. Ну тогда 17-летнего пацану, мужик, который на голову выше, со мной друг был метр 86, так этот был значительно выше. Сломать челюсть это было показатель. И это проверено. И так вот несколько раз я ломал, и каждый раз оказывался в милиции. И там уже сообщали потом официально из скорой помощи, что сломанная челюсть, количество выбитых зубов и так вот. И вот с этим багажом я пришел к паханию. Теперешним понятием, такое вот уже к 19 годам я уже был таким вот авторитетом почти. Не то, что возглавлял уличную шаг, ну у нас такого как бы не было, но был одним из самых-самых. То есть вот наша уличная, она и не банда, потому что мы не бандитствовали, но район держали, да. Вот эта уличная команда, она была авторитетная, да. И я такой вот авторитет, который потом прошел все, что нужно по спортивным делам. Ну я прихожу к дедушке, начинаю изучать. А я был не первый, к кому я попал из детов. Первые боевым искусствам не учили. Учили думать, кое-что делать. К этому я пришел с уважением, я знал, что меня ждут. И три года вот я в него занимался, до 91-го года. Это человек, который вообще лишнего не делал. Это, еще раз говорю, фронтовой разведчик, великолепно владевший ножом, это естественно. Не один раз бывший за линией фронта. Ну он повыше чуть-чуть меня, ростом, сухощавый. Так вот, не выглядевший крупным мужиком. Но который брал языков, действительно, и переводил их сюда. Основное понятие то, что из рукопаши, но оно и в жизни. И у него было проверено, и я потом все это наложил на свой опыт уличных боев. Но звучало оно так. Подошел, ударил, победил. Выглядит вообще какой-то благоглупостью. Звучит, ну, слишком обычно. Ну что, ну, конечно, все так вроде. Нет, на самом деле не так. И на основе опыта всех своих боев, к сожалению, я не участвовал ни в боях без правил, ни в рукопаше, потому что это уже пошло в 90-е, и я по возрасту уже не проходил никуда. Но я сейчас тренирую команду ребят по русскому стилю, про капаши. Это единственные, наверное, из русского стиля, кто выступает на турнирах, имеют спортивные разряды, выигрывают эти бои, турниры часто. Причем это в сущности команда, условно говоря, ботаников. То есть это интеллектуалы, это бизнесмены сами по себе, это не профессиональные спортсмены. Вот они восьмой или девятый год сейчас выступают, только что вернулись с боев, как это, ну, типа ММА. Из Рыбинска выступают, сейчас будут в Иванове на турнире имени Грязнова. Некоторые из турниров, в которых они выступают, мастерские, но в любом случае на любых присутствуют мастера, иногда это чемпионы России, иногда чемпионы Европы, или призеры. То есть там крупные бойцы хорошего уровня. И вот за восемь лет боев ни один из моих парней просто не упал. Для ботаников это великолепнейший показатель. То, что они иногда выигрывают первое место, второе, в прошлом году заняли второе командное место вот на одном из таких жестких турниров. Это тоже огромный показатель. Турниры настолько жесткие, что тут даже говорить не о чем. Вот по несколько раз скорой помощи. Причем иногда ломают ребра аж у позвоночника. То есть это ладно здесь, я как борец ломал, но чтобы у позвоночника сломать. То есть там рубка идет буквально как за землю. Поэтому еще раз говорю, первое, не упасть. Во-вторых, там свой народный подход почему-то делает их уважаемыми для всех бойцов. Как вот наши, так там же много Кавказцев берутся. Вплоть до того, что вот в судействе или там в секретариате сидят вот эти же мои ребята и к ним бегут, вот как к тем, кто сейчас справедливость наведет. Это подход именно от науки думать. Был создан, намеренно заложено, чтобы они освоили судействие, освоили секретариат, и чтобы их уважали. Но никто из них не вырубил тоже ни одного человека за все бои. Вот это вопрос об ударах. Не занимались все эти годы постановкой удара, чтобы положить. И это тоже как-то принципиально. Главное было научиться биться так, чтобы их не уронили. Чтобы противник, вставая перед ним, вот вначале выходя с моим на бой, переходил из обычного для них там сумасшедшего состояния, любой ценой, хоть ценой жизни, здоровья, победить, переходил в такое спокойное, разумное состояние, как биться на мастерстве. Как ни странно. Это оказывается тактически настолько важным приемом, что вот я говорю, они выживают. Они тренируются, вот приезжая на сборы в основном, мало-мало кто там в промежутках занимается, и они там выживают. Это, я думаю, показатель немалый. И вот, вот эта самая формула, подошел, ударил, победил, в действительности не существует ни в одном из боевых искусств. Может быть, кроме таких искусств, которые исполняются профессионалами каких-то дел, либо уличных драк, либо там спецорганов каких-то, которым надо действительно убивать. Потому что в основном все боевые искусства строятся по такому традиционному, древнему типу, что ли, скажем, не боя за жизнь или насмерть, да, а ритуальные пляски. И это такая своего рода брачная пляска, когда самцы, либо животных, либо там птиц показывают всем, насколько они мощны, крутые. И бой там составляет какую-то мизерную часть. В основном это демонстрация возможностей. Ярче всего это, конечно, вид на ушу, когда начинаются стилевые вот эти игры. Они, эти игры даже не выносятся на татами, на ковер. Эти игры проходят как отдельное соревнование в катах, там в тау и прочее. Это уже совсем как бы ярко показатель именно танцевальной части. А когда ушуист выходит на бои, он вдруг переходит из своего стиля в ушу саньда и бьется как рукопашник. Ну, в зависимости от правил. В общем, определяют красоту его боя не его знание о том, как надо вести бой, а правила, придуманные вполне внешними для ушу людьми, теми, кто определяет правила боев вообще в мире. А ушуисты берут с них эти правила. Так скажем, подгоняют себя под те правила, по которым они хотят биться, под те площадки, на которых они потом хотят биться. Это еще очень странно, что чиновники от спорта определяют, как красиво должен биться боец, да? А они, тем не менее, им определяют. Так вот, с рукопашью мы постарались вытащить именно то, что делали в бою действительно этнографические рукопашники. И вот, что наложил Пахани как разведчик, а я потом добавил свои уличные понятия. Уличные понятия здесь тоже условность, потому что еще пришлось добавить борьбу. Пахани не был великим борцом и не любил это. Я тоже, как уличный боец такой, не долюбливал борьбу. Почему? Ну, потому что на улице ты редко бьешься один на один. Мне пришлось всего пару раз за все драки вот оказаться на земле, там, свалившись вместе с противником. Ну, в юности было тоже, ну, может, там пять раз. За всю жизнь, вот, когда ты сцепившись, падаешь. Обычная, хорошая такая, условно-профессиональная уличная драка предполагает, что ты не один. И самое главное, что твой противник не один. И тебя, если ты на улице, запинают, если ты оказался на земле. А если ты на войне, тебя заколют штыками. Поэтому Пахани вообще предполагал, что после броска ты даже не должен там лежать. Ты должен быть условно на колени, чтобы взять его, связать. И если только что-то не так, мгновенно уйти кувырком. Поэтому борьба сейчас процветает на всяких коврах. И очень важно для спортивных бойцов владеть борьбой. В жизни это обман, самообман. Это, скорее всего, путь как раз к тому, что тебя убьют. Или зарежут. Потому что ты связался, ты сцепился, ты не можешь уйти. А если он достал нож, то ты в это время сам держишь жесткую дистанцию для того, чтобы он мог тебя поразить. Ты же в него вцепился. Удар в данном случае важнее в бою. Хотя, еще раз говорю, особенно первое время в 90-е, когда появились бои без правил, боксеры проигрывали борцам отчетливо. Потому что они не умели бороться. А попасть в борца, да еще в сильного, так, чтобы он упал, очень трудно сходу. Но это весь бой убить его. Единственное, что можно добавить, что для традиционного боя бросок тоже считается ударом, только об землю. Это само собой разумно. Поэтому были два вида бросков. По названиям даже. Бросить и пустить. Как там где-то в пословицах, что пускать с носка, допустим, можно пускать с колена. По-разному. Отличие простое. При броске противник бьется о землю, отчетливо его ударяют об землю, чтобы дух выпить, чтобы на какое-то время дыхание сбить. А при пускании он бросается настолько мягко, что вообще травм нет. И вот я даю, и любки сначала давал, ввел потом, когда пошла профанация, любков тут уж нахватали ребята, совершенно не владеющие народным подходом, но хорошие коммерсанты и торгуют сейчас аж по Европе этими любками. Я отошел, стал давать только рукопаш. Но в любом случае, в любом праздничном бою, броски присутствуют, а травм нет. Это удивительная вещь. Причем броски идут на бетонный пол, идут так посреди людей, что можно ноги сломать. Если бьется любошник или рукопашник, они настолько мягко, во-первых, бросают, так хорошо чувствуют все вокруг, что обтекают любые помехи, любые препятствия. Поэтому удар борцовский возможен только если... Это бросок, отчетливый бросок с намерением ударить обо что-то. Иногда это не только земля, там может быть что-то стоящее. Удар же в бою, когда бьется кулашник, наносится и, естественно, и кулаком, и может наноситься локтем. Если же это уличный бой, ну вот тоже традиционный, то, конечно, использовались и пальцы. В основном, правда, пальцы использовались против удара в горло, так званую дужку. Вот эту ямку здесь, она использовалась. Но, как мне объясняли, вот в глаза, так же, как и в пах, удар считался недопустимым по каким-то таким нормам традиционной нравственности. Так же, как, в принципе, недопустим удар ногой выше ног. То есть, это до сих пор вот такое правило. Нельзя бить ногами. Существует и в блатном мире, и это остаток этнографических понятий у блатных. Ногой нельзя бить, потому что нога относится в теле человека к нижнему миру, и она опускает. И поэтому ударить ногой – это опустить, что означает унизить, то есть, сделать ниже, опустить, да, и одновременно оскорбить так, что за это уже надо отвечать по всем законам на уровне жизни и смерти. Вот, поэтому удар ногой в русской школе боя допустим только уже в бою не на жизнь, а на смерть с действительно смертельным противником. Поэтому он, собственно говоря, и не был так уж известен. Я сам вспоминаю, драки свои, и детские, там вообще никогда не было ударов ногами. И даже уже, когда вот начал биться по-взрослым, в 17, 18, 19 лет, у нас удары ногами не бились, по-настоящему. Хорошо бились подсечки, и я даже очень неплохо потом это использовал в карате, как таковое. А удар ногами был нежелателен и неприличен. Вот так вот скажем. Вот сейчас многие люди по русским школам пытаются показывать удары ногами, но это вот те школы, которые создавались на волне увлечения карате, они просто сфантазировали это. Это фантазийные вещи плохого знания действительно русской культуры, народной, точнее, культуры, как таковую. Так что удары ногами, в том числе и коленом, все это возможно. И когда вот сейчас приходится готовить ребят к боям, где колени разрешены, как у ММА, я ставлю и колени, и локти, но красивый рукопашный бой ведется в сущности в основном ударами на кулаках. Билось и удар ладонью открытой. Вот не было ударов ребрами, как в карате. А вот ладонью били настолько хорошо, что меня учил какой-то, наверное, приблотненный мужик в свое время, когда мне было 16, я потом использовал драку. Удар назывался Кабацкий у него, как он мне объяснял. И это удар похоже на пощечину. С виду точно пощечина. Специально делался так, чтобы не было как бы уязвимости. Вроде как ты всего лишь дал пощечину. Человек теряет сознание довольно долго так лежат, потом до минуты. Это такое тяжелое сотрясение мозга, в сущности. Если правильно нанесен, он наносится под челюсть. Потом, по хане, когда мы разговаривали, я рассказал, он да, да, Кабацкий, да, пощечину, он знал. То есть, явно, что это какой-то традиционный такой вид удара. Раз в нескольких разных независимых источниках удалось его увидеть, то так. Раз. Это ищет. Сначала медленно. То есть, вот. Оп. Да. Потом чуть быстрее. Оп. А потом просто живой болел. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Что ты должен пройти сквозь защиту противника не глупо под собой голову, а, естественно, убирая ее из-под его собственных ударов. То есть, безусловно, желательно просто прямо подойти и нанести удар. Но противник не дает. К примеру, да. Хотя, вот, когда я вспоминаю уличные драки, то я довольно много накутировал. То есть, большое количество нокаутов. И в первую очередь они получались. Именно тогда, когда ты делаешь первое движение, сближаешься так, что противник не понимает, что это уже бой, наносишь удар так, что он его не ждет. Собственно говоря, мне потом как раз вот Паханя объяснял, что вот это самое вырубание или там нокаут, говоря не по-русски, это выбивание души из тела. То есть, ты на время душу, она точнее говорит, правильно, ты должен тело выпить из души. То есть, вот он вместе, человек слитый, единый, если он не видит удары, ты душу выколачиваешь, как бы, а он еще остался на месте. Какое-то время ищет, где она, и пока не найдет, тело падает. Действительно, такие фокусы можно проделать без ударов, а просто внезапно так вот придержав человека, подтолкнуть его. Эффект удивительный. Люди начинают вот сначала телесно падать, странно мечутся и потом как-то схватываются за себя. Действительно падают. Просто вот при правильном подталкивании от неожиданности. То есть, если его придерживаешь в какую-то сторону, что туда нельзя упасть, и он внутренне чувствует, что нельзя, а потом внезапно убираешь эту поддержку, он действительно ищет свое тело. Вот это фокус. Я и сам проделал испахание, это помню. Он работает. Так что, скорее всего, это правильно. И это же, я думаю, работает и в боях. Удается нокаутировать противника не тогда, когда бьешь сильно. Сильными ударами противник разбивают. А тогда, когда этот удар проходит невидимо для него, незаметно. Поэтому вот так трудно вырубить лежачего противника. Сидят сверху, избивают. Может быть, люди теряют там сознание от того, что больно просто, потому что весь разморжен. Но сознание держит до конца. То есть, не вырубаются. Так просто люди лежа, потому что они удары видят. Конечно, можно ударить откуда-то там и лежа невидимо, тогда, наверное, вырубаются. Но я сколько смотрел, я практически не видел, чтобы на земле вырубали. Болевой, да, удушающий, да, вырубить трудно. А вот в живом бою, если он пропускает неожиданный удар, он падает. как восстанавливается и прочее, наверное, другой разговор. Но я сейчас хочу сказать как раз о том, что донести удар правильно до противника эту в определенном смысле движение на сближение по прямой линии. Но правильный, будет сказать, по самой короткой. Она самая короткая, пока он не готов к защите. Если он встал в защиту, поставил руки, там, допустим, или начал как-то двигаться, значит, эта линия становится таким путем в пространстве, который обтекает его защиты, нейтрализует его попытки как-то сдвинуться, отойти и доносит удар. Это если мы говорим о вырубающем ударе. И в конце концов это должно быть так. Либо выводит тебя на такое борцовское положение, из которого ты бросишь его с таким ударом, чтобы выбить дух. То есть, чтобы он либо потерял сознание от удара о землю, либо на какое-то время потерял дыхание и, значит, позволил бы себя скрутить. Вот два вида. Значит, либо ты должен подойти в положение, из которого ты видишь, как пройдет удар в челюсть. В первую очередь иногда били в висок, либо в висок, косицу. Либо ты выходишь в такое положение, из которого ты вдруг внезапно можешь бросить. Причем, поскольку броски в рукопаше разнообразнее, чем в борьбе в определенном смысле, то это значит, ты можешь выйти так, чтобы сделать захват за тело, из которого бросишь, а можешь выйти на захват за руку, потому что очень много в рукопашном бою идет бросков просто из дальнего захвата за руку. Наносится удар, допустим, отчетливо в защиту, так что человек спокойно отбивает. Дальний удар, не опасный, но за счет этого удара накладывается рука на руку противника. Пока она наложилась, отбираются опоры, то есть он смещается в этой стойке из равновесия или состояния равновесного в немножко неравновесное. Он начинает восстанавливать это равновесие, и пока он восстанавливает, он уедет. За счет этого смещения опор, а опора это вещь силовая, то есть человек за счет опор вообще удерживает вертикальное состояние, отбираются силы. Отбор силы это само собой понятно, это большое преимущество. Как отбираются силы? Вещь очень простая. Мы постоянно в быту или же в бою заняты борьбой с земным притяжением. И у нас четко все рассчитано на то, чтобы стоять вертикально или двигаться вертикально. Но стоит нам потерять вертикальность, мы начинаем падать. И для того, чтобы не падать, мы прикладываем дополнительные усилия, для того, чтобы остаться вертикальным. Вот если человека просто подтолкнуть, к примеру, или нагнуть, он встанет в удобное положение, и он даже стоя криво в действительности не борется с земным притяжением, а просто естественно стоит или двигается. Но вот если его сместить с опор, он начинает бороться за то, чтобы восстановить равновесие. Делается это смещение, дается, вернее, это смещение только тогда, когда делается незаметно. Чуть-чуть. Так что он не отслеживает, что он стоит неровно, а разум уже начинает восстанавливать равновесие. И пока он восстанавливает равновесие, сил у человека нет. А они все ушли на эту борьбу с равновесием. В этот миг при работе с ножом, допустим, у него легко отбираешь нож буквально двумя пальцами, потому что вот только что он держал его как надо, силы ушли на борьбу с земным притяжением, в руке их нет. Точно так же в этот миг его можно бросать. ему нечего создать дополнительные опоры на сопротивление, у него просто нету сил. И он летит и бьется крепко. Ну, если, конечно, ты делаешь бросок именно так, чтобы ударить, потому что даже при хороших амплитудных бросках за руку, если это делается в любошном исполнении, люди выходят без травмы. Это приятно на праздник, потому что никто, особенно из зрителей, а зрителями чаще всего являются женщины на праздник, потому что если мужчины бьются, то их просто не остается для того, чтобы смотреть. Ну, кроме стариков. Старики, женщины, дети. Вот. Никто из них не любит, чтобы кровь была. Никто не любит сломанных рук, потому что эти люди, которые поломались завтра, не смогут выйти работать. Это крестьянский праздник земледельца. Так что, если мы говорим об ударах, то мы видим, есть борцовские, есть кулачные удары, да, и суть всего боя сводится к тому, чтобы донести этот удар до противника. Что означает? По кратчайшей линии, как бы по кратчайшему пути добраться до ударного положения, либо кулаком, либо на бросок. И для этого ты должен снять защиту противника. Скажем так, как снимается защита, как идет сближение, как видеть, докуда противник опасен, откуда, начиная, он ничего сделать не может, это, наверное, надо в отдельном разговоре рассказывать. Потому что тут начинаются игры сродни, как сейчас говорят, экстрасенсорики, а на самом деле такому развитию естественного чутья у бойца. Совершенно естественного, который есть у каждого, и непроизвольно включается это чутье, но его надо осознать. Хорошие бойцы неосознанно его используют, но используют плохие, и не осознают, и не используют. В итоге бои, которые мы видим сейчас по типу боксерских, но особенно в рукопаше, превращаются в размен ударами. И каждый удар, который бьет боец, не одаренный избытком таланта, это сильный тычок, который предположительно может положить противника. И вот это принципиальная ошибка. Почему? Сам помню. по уличным дракам, где вырубаешь гораздо легче. Десять ударов ты нанес, если не вырубил. Одиннадцатым, потому что там не попал, скажем, но сильно, одиннадцатым ты уже никогда не вырубишь. Все, удары теряют силу. Причем у меня были драки с мощными противниками, тяжелее, сильнее, и старше меня. И эти противники настолько были хороши, а это приятно, когда противник хорош, но страшно, потому что он же тебя вырубит в итоге, что я запомнил эти драки надолго. Вот в одном из боев у меня там вышло, наверное, ударов 150 я нанес за бой. Он старше, тяжелее, сильнее, и он самбист был. А я еще тогда самбо не занимался. Но я уже такой, лет 20 мне было, я уже такой авторитетный уличный боец, а там драка между районами, их было больше, и поэтому мне было выгодно его отвезти один на один, это все равно легче, чем человек 8 тебя успеет тут откинать. И я отвел его, и мы начали драться, и я его с первого же удара роняю, он секунд 20 у меня барахтается, там приходит в себя, опять встает, лезет, а он уверен, что он сильнее. Я его второй раз роняю, третий раз, пять я его уронил. Каждый раз он все меньше там лежал. Он падает, встает, опять лезет. Я его начал бить. Несколько раз мы падали, он пытался борьбу перевести, но у меня опыт какой-то борцовский был, я выкручивался. Это зима еще, одежда тяжелая. На какие-то сугробы снега мы падали, тут хорошо неглубокие. И потом уже я настолько устал, что он встает, как бык, качающийся, разгоняется, летит на меня. Я со степом, ну то есть с уходом, бью ему в челюсть, он пролетает, уже не падает, просто куда-то туда улетает, встает, вот так тупо, глядя, где противник, не находит меня там, разворачивается, и опять бегом бежит на меня. Я опять его проваливаю, бью по челюсти, уже не роняю. В общем, потом все-таки он вцепился, и мы в очередной раз прокрутились, я опять выскочил из борьбы, я не хотел с ним бороться, просто боялся, я знал, что он сам бест. Мы встаем друг перед другом, вот так вот качаюсь оба, и я говорю, слушай, ну, мне что-то надоело. Он говорит, мне, честно говоря, тоже. Ну что, закончим пока? Ну давай, ну только помни, мы потом с тобой еще поговорим, говорит он, вот давай потом. И настолько сильное было истощение от этого боя, что я потом, отошли мы метров 300, там, 400, и меня вырвало. Так вот, в бою действительно тяжелом возможность вырубить противника ну предоставляется от силы два-три раза. Их надо использовать. Нельзя в этот миг бить слабо. В этот миг удар должен быть жестким и вырубающим. А если ты бил все с попыткой вырубить, у тебя уже удар не вырубает. И поэтому в рукопаше используется как бы вот еще дополнительно несколько видов других ударов. Во-первых, удар обычный, должен быть легким. И этих легких два вида. Да, с тяжелым все понятно. Это либо с правой, либо с левой руке удар в первую очередь в голову, который должен положить противника. В сущности все, что ты можешь. Единственное, что для его постановки использовались какие-то утяжелители. Это мог быть молоток, топор, если ты много машешь, и тогда ты можешь использовать молотковый удар. И мне приходилось драки вот из такого движения, когда волосы оглаживаешь, бить с боку по челюсти, как молотком, и вырубать, и хорошо вырубать. Либо ты ставишь его снизу, тогда ты размахиваешь с чем-то вроде гантелей какими-то утяжелителями, и этот удар ставится, и он тяжелый становится. И он действительно тяжелый с этими утяжелителями. Я помню, что бил каких-то мужиков, которые, ну, пацан-то еще сам-то, ну, там, тяжелые, на вид килограмм, там, чуть не под 90 тогда для меня, и их выбрасывал аж за канаву на обочине, то есть отрываяло ноги перелетали туда. Так вот вырубить мужика, это я помню, под раком, в живот практически невозможно. Вот по пузу бьешь и не пробиваешь, а по голове чаще легче, потому что головы пробиты. А вот пацанов наоборот, бьешь по голове, он аж летит, бедолага, кувыркается, ничего, еще головы крепкие, а тело не держит. Это вот делюсь опытом уличного бойца. Если молодой, то надо бить по животу. Так что, конечно, каждый хороший боец ставит себе тяжелый удар, причем утяжелители использовались всегда. Какой-то вид утяжелителя, мешок берется, вот им размахивается и прочее. В войну он, какой-то изобретатель придумал такие трубки с шариком внутри. У меня где-то даже есть такая трубка, но не важно, в общем, небольшая трубка, якобы наши НКВДшники ставили для разведчиков и бойцы где-то это разыскали, наши проводили сборы по старым бойцам, Алексей Гудков в частности много учил на таких палочках трубочках ставить удары. Но еще раз говорю, каждый ставит себе какой-то тяжелый удар, каждый учится как бить, некоторые били так, чтобы отбивали кирпичи от угла печки. Я, когда дури было много в голове, пробивал фанерные афиши, у нас кинотеатр был там в парке, или нравилось нам оставить отпечаток руки на водопроводной трубе, ну, где-то там металл и покрепче, а где-то такой кровельный жесть на трубе, вот стукнешь и кулак отпечатался, иначе у тебя удар уже хороший. Не всегда это получается, некоторые трубы жестче, чем ожидается, и в общем-то труба побеждает, кулак после болеешь неделю примерно. Я поломал себе на драках кости, несколько переломов, которые я в рентген даже видел, просто сломанные, разбитые, слышки, и когда это сильно разбивается, ходишь, болеешь неделями и удара уже нет, он уже мягкий становится. Могу одно сказать, если во время удара ломается кость, человек не вырубается, вот это точно, как бы смягчение происходит и все. Так таково. Так вот, с жестким все понятно ударом, ты поставил какой, он у тебя и вырубает, и надо на него вывести противника, все. для этого ты должен владеть легкими ударами. Легкий удар нарабатывается в рукопаше до такой степени, чтобы его можно было класть на кожу. То есть, ты бьешь так, чтобы только щелкнуть по коже. Можно его положить на кончик носа, там, на лоб, а лоб ведь жесткий, если ты бил дальше, то ты себе больно делаешь. Так вот, он кладется куда надо, на живот, на любую часть тела. Это постановка удара. В итоге, в учебных боях, они могут спокойно бить друг друга, что очень важно, потому что они знают, что они не вырубают, и часто работают без перчаток в учебных боях, потому что все удары легкие. А зачем в учебном бою? Бить-то тяжело. Я помогал тренировать боксеров, как по старой, так скажем, боксерской памяти, ходил здесь у себя в школы бокса к старым своим боксерам, друзьям, держал на лапах боксеров. И я помню вот эту вот тяжелая, даже поганая атмосфера, когда постоянно у всех там желание вырубить товарищ, ну то есть вроде на тренировке, на тренировке, но уронить его и потом гордиться собой. И это то, что отбивает охоту учиться боксу, потому что если ты хоть чуть-чуть слабее, тебя обязательно стукнут. Вот в рукопаше этого нет, в рукопаше наоборот, поскольку все вместе потом в атакой идут против настоящего противника, а не ожидают, что сойдутся на ринге с этим же, его заранее обколотить, он на ринге будет мягче, да, он тебя бояться будет на ринге, если ты его уронил на тренировочных боях, когда особенно приходят из других школ, ну тут уже обязательно надо уронить. Вот здесь нет, в рукопаше этого близко нет, все заинтересованы в одном, потом побеждать настоящих противников, поэтому в учебных боях, постоянных вот этих занятиях бьются только легкие удары. Тяжелый недопустимый это как оскорбление выйдет, это возмутятся все, это так же как в стеношном бою кто-то вдруг возьмет свинчатку кулат. И этнография это довольно распространенная запись, что если замечали, что вокруг кого-то слишком часто падают противники, бросались на него и свои и чужие, и проверяли нет ли у него варежки свинчатки, если находили, били и свои недопустимые вещи, все-таки не с врагами бьемся, с братьями. Поэтому в рукопаши тренировка ведется на легких ударах и нарабатывается не столько сам удар, сколько способность донести удар, как пройти прямо к противнику. Именно нарабатывается как возможность обтечь все его защитные действия или нападающие, действия нападения и донести свой удар кулаком либо борьбе. И с этим тоже понятно. Когда ты бьешь легкий удар, он выглядит совершенно нормальным обычным ударом, то есть наносится удар, как обычно, противник непроизвольно откликается на него точно так же, как если ты ткнул ему тяжелым ударом. Он так же уклоняется, он так же защищается, и значит все действия, которые тебе нужны для того, чтобы приблизиться, противник совершает. Насколько я понимаю, это и раньше, когда в атаке готовили, но вот мы сейчас вообще жестко отслеживаем, чтобы не было тяжелых ударов, вернее, жестких ударов в начале боя, пока ты не бьешь вырубающий. И Паханя об этом говорил, и я это прямо насаждаю. Не надо тыкать больно, ты разозлишь противника. Противник не должен злиться. И когда я в начале нашей беседы говорил о том, что ребята приходят на турниры, и с ними с удовольствием бьются, потому что они из сумасшедшего состояния переводят в разумное, просто своими действиями, предсказуемостью, ожидаемостью, что вот будет так, то это вот как раз о том, что не надо злить противника. Проще выруби его, чтобы он даже это не увидел, но не зли, не приводи его в состояние, когда от боли или от злости он готов тебя порвать. Переводи его на те поля, где ты лучше, переводи туда, где думать надо. Поскольку ты учился, а он нет, это дает выигрыш, и это дает выигрыш, самое удивительное. В итоге, еще говорю, ну, мои ребята не бог весть, какие уж бойцы, даже до сих пор ни один не выполнил мастера спорта, хотя побеждали турниры, но в основном таких, где предельно, где вернее им присваивали только кандидатов мастера спорта, но они кандидаты. Как-то там так не складывалось, чтобы выиграть полностью мастерский турнир для этого. Но при этом они все спокойно бьются с мастерами любого уровня, и у них выигрывают именно на мастерстве, за что потом благодарят, уважают, потому что, в общем-то, ведь опытным бойцам уже никому не хочется травмироваться лишку, а травмы накапливаются. Нет, вы когда встали, у вас должно быть от вас ощущение, что вы из любого положения ударите. Поэтому вначале легкими ударами защиту противника надо открыть и вывести себя в положение, с которым ты можешь ударить тяжело. Что означает, что так просто к жесткому бойцу и не подойдешь. Без ударов, на маневрировании, на уклонах, ну, может быть, единицы из бойцов в мире могут подойти. А вот когда ты бьешь с ударами, ты непроизвольно, ты, вернее, его заставляешь непроизвольно защищаться, и тут появляются возможности, как прикоснуться к защите, как дальше ослабить его, и как войти в положение, из которого можно нанести тяжелый удар. Так вот, эти легкие удары, которыми ты входишь, это не единственные легкие удары. Кроме этого, применялся такой вид ударов, которые назывались попихивания и подталкивания. Вот, он может биться как локтем, так и коленой, ногой, там, допустим, незаметно. Любой часть тела, в сущности, ну, в первую очередь, конечно, руками. То есть, наносится, допустим, длинный, левый, в голову вроде, противник отбивает, вот время его, предплечьем попихивают в предплечье. Он оседает, и пока он восстанавливает верновесие, ты можешь пройти, сблизиться, и нанести уже тяжелый удар. Вот, так же, точности, ты вошел, это называлось, допустим, если на кулаках вы уже обмениваетесь ударами сцеп, а если вы вошли в захват, это схап, да, ты вошел в схап, ну, или вернее, ты вошел в сцеп, а противник прошел внутрь и взял тебя в схапе на какой-то прием. выйти в борьбе просто так часто очень трудно, потому что он готов к тому, что ты будешь выкручиваться, и вот здесь вот эти вот удары типа попихивания, подталкивания, и как ни странно, оказываются действеннее. За счет них ты его лишаешь сильного положения, и у него бросок не идет. Всего лишь короткие удары, бывает руками, бывает, вот ногой подпихнешь, телом, и он отпускает захват. Более того, попихивание и подталкивание могут свалить с ног. Но лучше всего, когда ты с помощью попихивания и подталкивания выводишь его в положение, когда он борется весь с земным притяжением, и еще и начинает подыматься. И вот тут проходит тяжелый удар, когда он занят не защитой, а тем, чтобы выпрямиться или выйти из вот этого неприятного положения. Вот эти три вида ударов, то есть два легких удара, удар на кожу и попихивание, как таковы, и вот один тяжелый для вырубания, вот это основное, что использовалось в рукопаше, в поединках. Все, говорю, в жизни больше ударов, используются удары пальцами, используются удары ладонью, понятно, там и толчковые всякие, и теоретически используются удары ногами, в том числе и коленом, но это когда имеется в виду уже бой не на жизнь, а на смерть. Обычный спортивный бой назывался боем на зверки, то есть вот турнирные соревнования, всякие, которые ведутся сейчас по понятиям, допустим, рукопашников старого, ведутся в состоянии зверковым, на зверки, когда люди готовы звереть, а праздничные бои ведутся в состоянии на любки, когда со своими. И перенос вот этого состояния на любки в спортивный бой, он дает именно вот этот переход противника из озверелого состояния, когда он уже на все готов, в состояние разумное и в борьбу не противников, а в борьбу мастерства, борьбу искусства. Ну и это, конечно, облегчает жизнь обоих, потому что травматизм становится меньше. Мои вот ребята, они на кулаках обычно обыгрывают всех, но дальше все-таки почти гарантированно берут хорошие борьцы на приемы на какие-то борцовские. И у нас это даже считается хорошим тоном, что проиграл, но на борьбе. Почему? Ну, во-первых, все-таки это не опасно, а во-вторых, все понимают наше, что в жизни проиграть на борьбе можно только, если ты один. Если он тебя на борьбе берет, значит подбегут товарищи и как минимум он будет взят. Вот если я начну в обычном положении, будет какого артия. Вот вы начали, да, да, а минус да, все, как он играет. Да, все так и бьют. Ничего страшного нет. Да, да, ну, сам, что я вам заварную рисунок. Лучшая сила показывает, что вы можете играть. Да, тут и все. Двуха, его, вот он ползает. Субтитры создавал DimaTorzok